5 минут подъема, и вот здесь. Что там, как высота? Не айте, поджимки тут. Народу тьма, вообще. Нереальное количество людей. И красивые девушки. Что тут женятся? Не понятно. Ну, какое-то театральное представление, как это будет. Короче, пройдемся немножко по ценам. В Ницце, в ресторане. Я вот копал, а самое длинное щупальцо в центре. Вот так вот счет приносят. Всяком ведре. Вы дать. Дать. Всем привет, ребята. У нас уже пятница. Пятый день нашего отдыха. Напомню, мы приехали в воскресенье. Сегодня едем вниз с ветером. Покажем вам красоту этого города. А завтра во вторых полный дня мы поедем в Канны. И в Канн вечером мы уже будем отправляться домой в Германию. Короче, едем гулять в Ниццу. Выехали из Антиба. Попали в пробочку 15-минутную. Вот едем вдоль побережья. Красная пробочка. 20 километров ехать до Ниццы. Французская бабулька подъехала на жуке старом. И заправляли. Еду к Урва по Ниццу. Как круто вообще. Супер. Тут, конечно, дорого-богато. Кошерненько. Все выглядит вообще по-другому, чем в Антибе. Пальма, набережная такая. Вообще супер. Старые такие отельчики. Колоритные. Идем так собаки путешествуют на мотоциклах. В рюкзаке, в очках. Короче, остановились после замкового холма. В Ницце тут есть замечательная парковка. Недорогая. Сейчас пойдем на замковый холм. Да? Нет. Сейчас пойдем на замковый холм. Посмотрим на Ниццу с высока. С высоты птичьего полета. Походка. Короче, вот он, замковый холм. А это монумент памяти солдата моего. Грандиозный. Вырубленный в скале. Крутяк, да? Ага. Огромный такой. Ну, уже становится красиво, да? Поднимаемся. На замковую гору. Вон такой подъем. Олимпийский. Сейчас поднимемся на смотровую площадку. И еще немножечко. Еще парочку ступенек. Поднялись на какую-то промежуточную площадку. Такую вот огромную. И вот какой видон отсюда открывается. На Ницце. Вообще бомба. Супер. Я вообще в восторге. Пять минут подъема. И вот здесь. Ницце, конечно, выглядит кошерно. И очень так богато, презентабельно. И бирюзовое море. Где там мои? Что там? Как высота? Умирает я. Поджилки трусатся. Поджилки. У-ху-ху. Ой-о-о. Да, вот там мы поднимались. На замковую гору. Там мы фоткались. Вот. Что касается пляжей. Крупная галька. Как костель. Пляж костель. Крупная галька. Пляжи бесплатные. Я не вижу никаких тут турникетов. А вот там кафешка. На скале. Над водой. Вышли на пляжик. Посмотреть водичку. Я смотрю. Тут вообще особенный цвет воды. Бирюзовый такой. Не такой, как в Антибе. Пляжка стель. Смотри, какая вода. Бирюзовая. Вообще другой цвет. Но тут походу сразу глубина. Кафешки переполнены. Просто жесть. Сейчас будем заходить в старый город с набережной. Выходим. В старый город заходим. Кафешки просто через каждый метр. Кафе, кафе. И полностью забиты людьми. Полные кафешки людей. Сейчас посмотрим, что творится в центре города. Тут прям очередь вот ресторан. Вкусно-ресторан такой, что в него очередь целая. И усипова. Сувениры, сувениры. Айла в Ницце. Щапу. Щапу по 14 евро в Ницце. А в Антибе по 20 продают. Народу тима. Вообще. Нереальное количество людей. И красивые девушки. Фонтан солнца. Наконец-то к нему подошли. Вот такой бог солнца походу. С причиндалами. Что-то у него там на голове. Пони. Все с причиндалами, короче. А, ух ты. Прикол. А, его тоже, да. Я только заметил. Смотри, не упади. Скурово. Ну, и он тоже себящик человек. И там тоже, блин, прикол. Короче, тут скандируют что-то. Какие-то местные французские разборки. Какие-то. Что тут женятся или что-нибудь делают? Непонятно. Ох, некоторые люди во Франции вот так живут, читают. Бомж. Бомж интеллигент. Я бомж Вася. У французов тут на Лазурном берегу популярны очень байки. Просто навалом этих байков. Когда едешь на машине, они тебя подрезают, объезжают, едут. Короче, что как хочешь. Ну, просто жесть. У него целая стоянка байков. Я не знаю, какой сегодня праздник, тут в Ницце или во Франции. Но сегодня тут весело, короче, мы попали. ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ! У-ху! Сейчас нашли по карте небольшой ресторанчик. 100 метров хотя? 100 метров. 100 метров идти с рыбой. Хотим сегодня попробовать, так как мы на море, да? Как не крутить. Хотим попробовать блюдо из рыбы. Сейчас туда и пойдем. Красотенька. Вообще красота. Тут в арке все мрамором отделано. Вообще круто. Сейчас попадем в этот ресторанчик. Ликвир. Посмотрим, что там вкусного есть. Короче, настолько загруженные кафешки, что приходится ждать за нами. Вот парочка стоит, ждет. Два человека. А нас три человека тоже сказали подождать пять минут. Короче, пройдемся немножко по ценам в Ницце. В ресторане. Это все мясные блюда, стейки, кролики, там, пятое-десятое. Ну, в среднем где-то двацаточка евро. Тут разные какие-то сосисочки были, тоже двадцатка. И рыбные блюда. Стейк трески, осьминог и т.д. и т.п. Вот средняя цена где-то 25 евро. 23 за порцию. Попробуем рыбку, да? Сейчас закажем. Я хочу осьминога, а Евке закажем осьминоги. А мы с мамой по треске заедем. Но Ева даст попробовать осьминога, да? Да, что? Хорошо. Ну, короче, а такие нам порции принесли. У Евки, короче, мешанка такая, картошка, осьминог. Смотри, щупается. Потому что у тебя большой осьминог с нами у тебя был. Кому помидорчик? А у нас с мамой. Глядок упал на дачу мамой филе трески. Ева, с овощами. Стоимость блюд 20-25 евро. Очень даже и очень нормально. Мы довольны. Будем кушать, да? Ева копала самые длинные щупальца в сентябре. Длиннющие. Короче, у нас тарелки пустые. Ребенок сейчас макует. Выбирает осьминог. Сейчас будем тебе помогать кушать. Осьминог вкусный у Евы, у блюда, но немножко попадается песочек в нем. Ну, ничего страшного. Вам присоски такие. Больше шпал? А я, говорит, я не чувствую, ты скажешь. Ненормально. А? А мне только шокрустел, блин. На, это еще тебе. Я не хочу. У каждого по листику, видишь? Мне кажется, он съедобный. Разки съешь, попробуй. Да, конечно. Мы на тебе испытались. За что они похожи? У меня еще красивый снег. Можешь съесть. Да, вот так вот счет приносят в таком ветре. Маленькое ведро. Короче, чек у нас в итоге 88 евро. Три блюда, кофеек, бокальчик вина и кока-кола, да? И бесплатная бутылка улы. Зарус. Ну, по-моему, нормально так посидеть, нет? Втроем. В кафе. Вениться. Ведро закраем. Будешь в Финляндии воду носить с колодцем домой. Не знаю. Я думаю, нет. Да, сэр. Да. Но, добил? Соли? Ты чек. Ты чек. Ты чек. Ты чек. Ты не видел? Нет. Ты не видел? Вы дадите. Да. 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 Мы немножко, немножко смяли чек, короче. А я не смотрю. А я не смотрю. Короче, ресторанчик, это за моей спиной бомба. Местоположение покажу на карте здесь, прикреплю и прикреплю в описании. Вот так многолюдно у нас вечером в Ницце, сезон, просто жесть. Девушек навалом. Выбирай, не хочу. Все в ресторанах, в Франции, все. Абсолютно. Хама говорит, пульт еды. Это правда. Народу просто жесть. Вот это кафешка на скале. Вечером прикольно смотрится все-таки с огоньками над моречком. Под холмом находится эта надпись о лавнице. Здесь у нас солнечные часы. И просто великолепный вид. Просто бомба. На весь променад. Ницца и луна на небе. Короче, паркинг у нас обошелся за 3 часа. Где-то в 4,50-4,60 евро. Очень обалденный паркинг. Сейчас уже будем выезжать. Вот так вот я могу на карте показать, где он расположен. Вот тут треугольником как раз где мы. Прямо под холмом. Замковым холмом. Вот здесь. Советую этот паркинг. Все приезжайте. Короче, у нас все удачно складывается. Только мы залезли в машину. Отъехали и пошел страшный гримин. Вогода нам благоприятна. Короче, настоящий тропический сква уже. По-другому не назовется. Я такого дождя уже до ноги помню. Дворники работают на всю. Едет, все видно, блин. Воды уже на дороге по колено. Ну, хорошо, что мы удасты. Они научатся. Они научатся. Попытаемся. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...